Ветеринары 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 Может казаться Просто и банально Но вы знаете Эти ошибки продолжают Совершаться И потом Печально это для всех И для пациентов И для владельцев Это потом стоит дополнительных денег, времени, усилий. Поэтому, извините, если повторюсь в чем-то. Некоторым клиницистам везет. Они трудятся в учреждениях, где есть дистологическая служба. Тогда вы спокойно работаете с интересующей вас тканью, и у вас не стоит задачи эту ткань направить в какое-то другое учреждение, которое будет выполнять дистологическое исследование. В таком случае про эту презентацию можно смело забыть. Однако большинство клиницистов в США и, наверное, в России тоже большинство клиницистов, к сожалению, не имеют удовольствия работать в таком учреждении, где есть дистологическая служба. Поэтому, удаляя ткань, забирая образец ткани, они ее фиксируют в формолине и отправляют, можно сказать, по почте, например, в Айову или другие крупные центры, где ведется дистологическое исследование. Поэтому речь идет о фиксации, раз, маркировке, два, и упаковке образцов тканей. Все это очень важные шаги, поскольку ошибка на одном из этих этапов может в конечном итоге привести к непригодности образца для оценки, неправильной маркировки, что, опять-таки, не полезно. Потом животное в наркозе, животное прооперировали, забрали образец, зафиксировали, оплатили почтовые расходы, а дальше результаты не приходят. Я понимаю, что сейчас буду говорить банальности, но все-таки это стоит озвучить на нашем мероприятии. Итак, фиксация тканей, а точнее сказать, подготовка ткани к фиксации. Непосредственно адекватная фиксация, маркировка, надлежащим образом надлежащая упаковка, и как забрать несколько образцов ткани при множественных поражениях. Малые образцы тканей малого размера, маркировка неопластических образцов тканей из очагов неоплазии. Итак, начнем с самого простого, а именно с подготовки ткани к фиксации. То есть помещение ткани в формалин и ждете, пока она фиксирована. Так вот, вопрос, чтобы ткань была не толще одного-двух сантиметров, потому что формалин очень медленно проникает в ткани. Поэтому, если у вас фрагмент ткани 20 сантиметров, формалин в ткань будет проникать неизвестно сколько времени, поэтому на поверхности зафиксируется образец ткани, а в центре ткани начнется аутолиз, потому что формалин туда просто не проникнет. И зачастую в центре участка, где аутолиз, как раз-таки и есть участок поражения, которое вас интересует. Именно поэтому так бывает плохо. Видите фиброз на периферии? Вы точно знаете, что есть какой-то патологический процесс в центре, берете образец, а там аутолиз. Поэтому надо убедиться, что образцы ткани не толще двух сантиметров. Ну, а если вы все-таки удалили большое объемное образование, 20, например, сантиметров в диаметре, и нужно отправить весь образец, ну, это называется техникой, так сказать, нарезки буханки. Ну, нарежьте образец ткани. Ну, прежде чем мы говорим о нарезке буханки, приношу извинения, что здесь не образцы ткани, это из этических соображений не разрешено было, потому что я должна показать правильные и неправильные образцы. Поэтому, согласитесь, если бы я показала вам неправильные образцы тканей, плохо порезанные, это значит, надо было бы продемонстрировать фотографии чью-то ошибку. Поэтому здесь, естественно, не настоящие ткани. Не буду говорить, что я взяла для этих фотографий, просто представьте себе, что это некое объемное образование кожи. Большое. Его нужно, так сказать, нарезать. Выполняйте параллельные надрезы, с шагом буквально сантиметр-два, и так помещайте формалин. Какая самая большая ошибка ветеринаров? Ну, так прямо все и воспринимают. Берут и нарезают полностью, кусочками. Ну, замечательно фиксируется. Проблема в том, что как только вы там помещите формалин, это все начнет там плавать, и я уже не пойму, где какой участок. Вот, так сказать, пазл уже будет не собрать. Поэтому вот это объемное образование, если важно знать, где латеральный, медиальный край, а мне нужно это знать, понимаете, я говорю, не соберу этот пазл ни в коем случае, не разрезайте полностью этот образец ткани. Сделайте надрезы, но не на всю толщину. Дальше забуференный 10-процентный раствор формалина. Есть другие варианты, но это наиболее недорогой и эффективный метод. В 99% случаев его применяют довольно широко. При хирургическом удалении ткани должны помещаться в формалин как можно раньше. В идеале у вас должна уже быть подготовлена емкость с формалином уже в предоперационном периоде. Ну, не следует задержаться более чем на полчаса с фиксацией ткани. Продолжительность фиксации ткани в формалине должна составлять не меньше 24 часов. В отдельных случаях 48. Не рекомендуется фиксация ткани в формалине свыше 72 часов, то есть свыше 3 дней. В первую очередь, поскольку фиксация формалином будет изменять конформацию белков. Вот так вот выглядят, например, белки. Вот руками показываю. Дальше меняется конформация белка, и белки делают вот так. Если вдруг почему-то вас интересует иммунодистохимический анализ, а вот это ваш таргетный белок, к которому фиксируется антитело, если он меняет конформацию, так и никакое антитело к нему не фиксируется, и иммунодистохимический анализ даст сложноположительный результат. Иначе говоря, выдерживание тканей в формалине более определенного срока означает, что про иммунодистохимию и все остальное можно смело забыть. В литературе пишут 72 часа, не более. Знаете, по личному опыту, поскольку исследование для диссертации своей я проводила, и некоторые ткани в формалине я оставляла на две недели с целью исследования, вы знаете, работала иммунодистохимия. Поэтому думаю, что 72 часа – это, как бы сказать, преувеличение, несколько дней ткани потерпят, ну, конечно, месяц, если вымачивать формалине, ну, тогда уже можно забыть, конечно. Уже там никто иммунодистохимию с такими тканями не сумеет провести. Еще один момент – это соотношение объема ткани и объема формалина в емкости. Один грести. Вот регулярно такое наблюдаю. Ветеринар берет фрагмент ткани. Очень удобно просто для доставки поместить в маленькую емкость, вот так туда и помещают. Увы, формалина не хватит для фиксации. И половина ткани точно не будет фиксироваться. Смотрится красиво, удобно, можно все это упаковать в маленькую емкость, подешево доставить, все так. Понимаете? Но вас это только расстроит, других результатов не будет. Поэтому нужно, чтобы было корректное соотношение между тканями и формалинами. Да и нет. Ну, предположим, образец ткани, остеосаркома, ампутировали, конечность целиком. Вот вы хотите, чтобы патолог оценил остеосаркому, зону реактивных изменений и регионарные лимфоузлы. И вот всю конечность надо отправить на патолого-ганатомическое исследование. Ну, конечно, заформалинивать ее не надо. Но как вы себе представите, один к десяти формалин, нам надо ведро формалина на эту конечность. Представляете себе ведро формалина с конечностью. Вот это все по почте. Вот, и просите переслать куда-то. Поэтому следует фиксировать ткань в очереди, неестественно, с ведром формалина, как положено. Как только конечность фиксирована, ее надо изъять и упаковать в полиэтиленовый пакет. И уж тогда отправлять по почте без формалина. Это касается не только амфутированных конечностей. Это касается любых крупных фрагментов ткани, которые удаляются. Будь то селезенка, спленоктомия. Будь то большой фрагмент печени. Я так понимаю, что зима холодная в России. И по зиме бывает, есть артефакты, связанные с замерзанием тканей. Смотрится это ужасно. Потому что цитоплазма замерзнет. И дальше будут такие вот, как иголочки льда, которые просто прокалывают клетку. Клетка за счет того, что замерзанной жидкости просто разорвет. И как вы только получите такой образец, который был заморожен в процессе доставки, можно увидеть просто некую кашу такую из клеток. Поэтому, чтобы этого не было, нужно смешивать формалин со спиртом. Вот соотношение. Миллилитр спирта к 9 миллилитрам 10% формалина. И тогда уже артефактов, связанных с промерзанием тканей, не будет. Опять-таки, очень характерно для стран, где холодная зима. Я в Айве довольно долго жила. Вы знаете, каждую зиму приходят такие образцы ткани. А ведь смешать миллилитр спирта с 9 миллилитрами формалина не представляет труда. Маркировка. Идеально, конечно, использовать пластиковые емкости, которые адекватно закрываются. И взять какой-то стикер, наклеить на емкость. Не надо наклеивать на донышко или на крышку. Почему стикер хорош? Ну, в Айве что приходилось видеть? Берут ткань, снимают ярлык и отправляют вам контейнер обратно. Снимают стикер, отправляют контейнер. Не то, чтобы они были сильно дорогие. Но если у вас большой оборот, конечно, хорошо, чтобы вам контейнер это возвращали. Поэтому сняли стикер, отправили обратно. Во-вторых, всегда очень важно указывать имя пациента, кличку пациента, имя владельца, имя доктора и тип ткани, который предоставляется на исследовании. Мы увидим сейчас, о чем идет речь. Ну, и надо, соответственно, сопроводить, сопроводительными документами образец ткани. Ну, я говорю о США и учреждениях, в которых оказываются услуги по гистологическому исследованию. У них есть сайт. С сайта можно сгрузить образец такого сопроводительного документа. И сопроводительный документ упаковывается вместе с контейнером, в котором образец ткани пересылается. Можно, конечно, сопроводительную документацию отправить по электронной почте, но все-таки лучше физически прикрепить. Вот как это в конечном итоге выглядит. Пластиковая емкость со стикером, перечислена кличка пациента, имя владельца, имя врача и тип ткани, отправляемой на исследование. Четыре основных пункта. Нередко указывается что-то одно. И я понимаю, что такое клиническая рутина. Не до того бывает. Сутки 24 часа, а дел много, не на все хватает 24 часов жизни. Поэтому просто нет времени, чтобы все это педантично заполнять. Поэтому я прекрасно понимаю все сложности в ветеринарной жизни. Вот если у вас есть ткань, образец ткани, хорошо отправленный и совершенно не написано, что это такое, от кого, откуда, куда отправлять обратно. Ну, тоже такое бывает, бывало. Ну, и главное, я не знаю, каковы юридические нормы, касающиеся отправки образцов тканей по стране, но в США, например, есть некоторые такие нормативные особенности. Возможно, у нас что-то с вами есть похожее. Так вот, ткани следует отправлять в формалине, за исключением случаев, когда они крупного размера. Формалин – это опасное соединение, поэтому правила транспортировки должны соблюдаться. Следует, в частности, контейнер помещать в полиэтиленовый пакет, который должен также закрываться на специальную молнию. Стеклянные емкости к отправке запрещены в связи с возможностью того, что они повреждаются при транспортировке. Также следует упаковывать все это, контейнер, в бумагу. Чем больше, тем лучше. Часто используют по два полиэтиленовых пакета, что необязательно. Но должен быть слой впитывающей бумаги и пластиковый контейнер, полиэтиленовый пакет. Вот примеры того, как это может выглядеть. Пластиковый контейнер оборачивают бумажным полотенцем любую впитывающую тканью. И специальный пакетик полиэтиленовый на молнии или маленький контейнер помещается в более крупный и прокладывается все это бумагой. Ну и даже если формалин протечет, понятное дело, что он впитается. И возможно, что вторая емкость предотвратит вытекание формалина. Ну вот это конечность. Понимаете, в какой пакет ее? Ну, найдется, конечно, пакет. Главное зафиксировать сначала, потом поместить в пластиковый полиэтиленовый пакет. Ну, естественно, адекватно маркировать. Есть ли несколько образцов тканей? Ну, вот собака с множественной мостоцитомой, пять узловых образований. Вот надо все это отправить, все это, например, мостоцитомы. Нередко я, кстати, видела три объемных образования у одной и той же собаки. И все эти объемные образования были разными типами опухолей. Поэтому это абсолютно реально и для меня немаловажно сказать, что, например, опухоль с головы – это мостоцитома. Опухоль с конечности – это, например, плоскоклеточный рак. Опухоль еще откуда-то, например, это гранулема. Чтобы вы точно знали локализацию объемных образований. Поэтому можно все упаковывать в отдельной емкости. Ну и тогда таких контейнеров потребуется много и дорого будет стоить такая доставка. Вместо этого в чью-то светлую голову пришла вот такая мысль. Вот взяли, например, с головы образец ткани и маркировали тремя швами. Наложили три шва туда и подписали, что с головы образец, там, три шва, например, два шва, это с периональной области, там, один шов, там, с плеча, к примеру. И все это можно поместить в одну емкость. И я сразу все увижу, потому что образец ткани маркирован швами. Это делают часто, мне это очень нравится. Ну, есть эндоскопическое удаление образцов тканей, малые фрагменты тканей. Там, конечно, не под операционный микроскоп, может, вы будешь накладывать. Там надо взять маленькую коробочку. Вот такие емкости продаются. Они, вот эти контейнеры, в них там губочка такая еще лежит на донышке. Поэтому она хорошо удерживает образцы тканей. Она достаточно мягкая. Вот, и эту емкость можно помещать прямо в формалин. Иногда бывает так, что вы все сделали правильно. И вдруг понимаете, что, например, этих коробочек не осталось. Ну, и тогда в маленькие образцы биоптатов ветеринары просто помещают формалин, так сказать, в одну кучу. Это осложняет мою жизнь, потому что я должна достать каждый образец буду. Я должна вот выловить их каким-то образом из этого стакана. И я не очень понимаю, там что-то плавает, это биоптат, не биоптат. Поэтому я пришлю вам отчет, что, знаете, вот у вас там написано три вы направили, а я вижу там, не знаю, пять. Сколько было. Вот, поэтому мне не нравится из стакана вылавливать эти крошки, скажем так. Но если вам это нравится, ну, насыпайте эти крошки туда, ну, они там зафиксируются. Главное не делать вот чего. Главное не брать биоптаты ткани и не класть их на картоночку или заворачивать в марлечку. Потому что это все прилипнет к картону, вот, и придется повреждать ткани. Марлю, как бы так сказать, ненавижу. Очень часто любят в марлечку завернуть. На марле все хорошо смотрится. Помещаете это в формалин, замечательно фиксируется. А вот когда эту ткань надо изъять, достать ее из марлечки, развернуть. Ну, получается, что ткань просто повреждается, иногда целиком. Ну, и опять-таки, если вас интересует край, полностью ли иссечена опухоль, то можно специальным операционным маркером отметить, разметить цветами. Я думаю, что такие маркеры продаются в России тоже. И за счет того, что маркер изготовлен из специальных материалов, то даже при месяце формалиния эта окраска сохранится. И я смогу видеть, каков край какой, где левый, правый, латеральный, медиальный, и увижу типы клеток. Единственное, конечно, не забудьте указать, каким цветом вы что пометили. Поэтому важно, чтобы было подписано, что красный, это вот, например, краниальный край, ну и так далее. И тогда я смогу ответить на вопрос, насколько чист операционный край. Иногда часто раскрашивают и не подписывают, что чем покрасили. Опять-таки, иногда можно накладывать швы разного цвета, тоже часто к этому прибегают. Хирурги периодически забирают маленькие фрагменты из послеоперационного ложа и отправляют их мне. С тем, чтобы убедиться, что не только с точки зрения опухоли чистый край, но чтобы увидеть край операционного ложа. Можно маленькие образцы ткани фиксировать в пробирках для забора крови. Если есть костная ткань, эти ткани трудно будет, а точнее сказать, нельзя обработать, прежде чем не состоится декальцификации. Декальцификация зависит от толщины костной ткани. Может занять до двух недель декальцификация. Поэтому, если вы взяли остеосаркома или думаете, что это остеосаркома, пролиферативное повреждение кости, в общем, объем какой-то костной массы, и вам две недели никто не пишет в ответ. Это не потому, что полковнику никто не пишет, а потому, что просто декальцификация происходит. Ну и, собственно, на этом я завершу.